вот такая длинная предыстория хотел объяснить весь рецепт почему я беру то или иное и для чего это надо кому не интересно в принципе можете пропускать это все переходить к самому рецепту я потом полностью уже готовый рецепт распишу под видео ну что друзья мои наконец-то я добрался до варок можно сказать домашних для меня это будет эксперименты для вас может быть новые какие-то сорта пива и сразу же хочу отработать рецепт очень интересного пива просто необычного пива которое можно сказать даже не пиво а что-то такое среднее между вином фруктовым соком и пивом и так будем сегодня варить не и по или new england и по или хэйзи и по или вермонт и по все это синонимы одного и того же пива мутного сочного такого ароматнейшего ароматнейшего пиваса который ну просто мега модный и мега вкусный поэтому надо сделать рецепт от что сделать для рецепта рецепт у меня в принципе в голове потому что в принципе я знаю что надо делать для этого но его все равно еще надо придумать поэтому пойдем придумывать рецепт new england индия плн просто для и по нам надо хмелевую бомбическую ароматику и хорошую хорошую горечь new england и по горечь отменяется там просто бомбическая офигенская ароматика хмелевая в основном тропическая фруктовая такой буйство тропического фруктового салава и если для ipa надо более-менее прозрачная но если на сухое охмеление есть там такая опалисценция мутность немножко то для не и пыль надо вообще муть такую такую светящуюся муть как у апельсинового сока не грязную муть а такую красивую муть оно должно напоминать сок чтобы напоминать сок это нам надо побольше белков то есть у нас солод пойдет значит база он всегда должен быть светлым возьмем 5 килограмм что дает белковую муть по большей части пшеница значит возьмем пшеница солод возьмем пшеничный солод 2 килограмма нормально пшеница должно быть и еще усилим это овсяными хлопьями овес полтора килограмма не меньше десяти процентов должно быть овса чтобы такое бархатистое ощущение было во первых сочная и муть красивая гладкая муть поэтому вот такая вот у нас засыпь будет интересно пш для основного осахаривания нам оптимальный где-то 5 4 5 5 вот такой пш нам нужен и пауза затирания у нас будут ну солод в принципе наш сделаю немножечко на всякий случай для хорошего брожения плюс 52 как мы помним это дает аминный азот азотистые окончания белков поэтому но буквально 5 минут буквально 5 минут потом поднимем на плюс 65 и 30 минут 30 минут больше нам не надо 90 процентов крахмала сахарится не важно даже какая-то часть будет просто декстринами этого нам вполне достаточно все поднимем на 78 мешал пять минут все все нормально густенько получилось прямо густенько шикарно идеально красота и промываем сразу же горячей водичкой которую я уже нагрел хмель нам нужен в основном горький ароматный горечь мы добавляем совсем совсем чуть-чуть на первое сусло даже не на варку а когда только сольем сусло перед кипячением мы закинем туда хмель для более мягкой горечь когда хмель долго-долго-долго-долго-долго-долго в сусле вываривается горечь становится все-таки помягче и это единственный будет у нас хмель на горечь а возьмем мы барьер барьера возьмем мы я конечно заранее посчитал какой у нас будет айбью где-то в районе 20 не больше хотя хмеля там угу ну посмотрите барьера мы возьмем 5 грамм 5 грамм в начальное сусло а у него альфа 17 7 хороший такой хмелек и сразу еще не закипевшее сусло высыпаем и наконец кипячение возьмем уже на ароматику амарила и азака отличные хмеля которые дают больше тропическую фруктовость это на 0 минут здесь 10 и 9 альфа здесь 13 и 2 альфа по 5 грамм то есть всего 10 грамм мы закинем в самый конец кипячения практически наверху на отстаивание вот 15-20 минут она стоится у нас вот с этим хмелем чисто на ароматику пришлось перенести поближе к розетке потому что удлинитель оказался слабеньким выбивает его поэтому опускаем чиллер и пускай он у нас дезинфицируется все кипеть перестала и закидываем наш последний хмель 10 грамм на отстаивание красота и для хмелевой бомбы мы возьмем самые убойные хмеля эльдорадо мозаик цитра айдахогем 4 штуки да хмелей очень много просто капец но там где-то идет не меньше 8 грамм на литр хмелей чтобы получилось именно то что нам надо поэтому дорогой пивасик получается с условием конечно вот это доставки отличных хмелей с америки ничего не сделаешь народу нравится ну мне тоже нравится хорошее пиво поэтому ну для себя так можно сделать выделить попробовать он супер пупер весь хмель для сухого охмеления мы смешаем получится 200 грамм 200 грамм разделим на три части первая часть пойдет на второй день брожения первая часть первая часть на второй день брожения это где-то 60 грамм и расширение а и и и и и и и потом пойдет на пятый день брожения 70 грамм так ну что двое суток прошло вытаскиваем хмель отсюда и на десятый день брожения это уже практически закончилась тоже 70 грамм получится первая часть у нас идет на самое активное брожение только она разбродилась вот самое активное брожение тогда получается трансформация хмелевых дубильных веществ масел соединение такая идет с белками и вот это вот мутная звезь она большей частью остается мы достигаем трансформации то есть они еще хмелевые ароматы могут меняться получается вообще буйство красок какие-то мармелады там вообще гуалы что попало то есть на второй день потом уже наконец активного брожения и уже практически остатки на конец брожения когда уже закончилось брожение каждая засыпь хмеля не больше двух дней то есть засыпали два дня вытаскиваем два дня вытаскиваем два дня вытаскиваю чтобы не насыщать травянистостью наше пиво чисто хмелевая ароматика это похмелем дрожжи будем использовать есть хорошие дрожжи специально для для нью-ингланд и пыль фирма лалиман они все бродим на температуре плюс 18 плюс 20 да еще забыл очень важную вещь это немножко надо подкорректировать воду вот написал кальций хлор 2-3 грамма это буквально чайная ложка без горки круче чайная ложка кальций хлор или натрий хлор это обычная соль натрий хлор 2 грамма тоже можно закинуть прямо в воду или прямо вот на затирание сусло хлориды дают такую сладковатость легкую сладковатость и усиливают как бы такой вкус более насыщенный поэтому хлориды очень полезны для вот такой вот не горькой сочной ней бы друзья привет всем привет мы наконец вернулись сразу извиняемся что давно не снимали не было экспериментов тяжелое лето коронавирус шмаровирус всякая работа поэтому ну ничего ничего мы вернулись и сразу начнем с вдохновения топовым экспериментом наша ней по или вермант и по или хэйзи как его еще называют мутнячелла да я думаю бомбезно должно получиться не знаю первый раз делал эксперимент ну для того он эксперимент что получилось то есть по книгам идем по приборам делали делали по книгам по рецептам посмотрим что в результате и мне но по виду уже вижу что не очень и хэйзи запах уже сюда чувствуется так есть запах чувствую вообще да цвет обычная и по получилось ну да компот не получился да что-то что-то в эксперименте пошло не так уже вижу уже нету той мутности сока апельсинового апельсинового ты раньше как-то больше все смутников делал сейчас все в хрустах переходишь а почему-то почему-то осветлилось что-то тут не так ну одну ошибку я сразу скажу помните при затирании я наложил слой овса овсянке и она прям вот коллекцион с таким когда коржом который не пропускала и она сама не экстрагировалась и поэтому экстрактивность то не очень хорошая предполагал где-то 15 16 будет но 14 получилось тоже неплохо вот но и мутняк не сильно получился хотя писали что надо там на второй день брожения активного хмель засыпать и симбиоз такой будет дубильных веществ белков и муть останется приступен да извините извините уже запах идет запах запах как надо то есть такой салат тропических фруктов ананас маракуйя где-то банан проскакивает какой-то там б тропики прям тропики пошла мимо ли че понесло конечно да сильно ну разбери чё там запахе чувствую ананас очень сильно ну для меня прямо на нас но это вообще стандартно и пани и папа манго-ананас 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 очень классно запах да ты зря пьем хотя ничего же не добавляли я имею ввиду и манго не ананас фрукты не добавляли чисто хмель вкусик такой ровненький такой ровно до горечи нет горечи нету далее в сочетании с ароматом то есть чувствую что за хороший смузи такой должно горечь просто да ну да долбить она не горчина есть да вкус вообще обалденно лёгенькая лёгенькая конце такая нужно нюхать да ну вот я же говорю меня в самом начале моей курьеры нюхать и обожал ай пей а а пить тяжело пить да не мог а это вполне вполне да это зайдет всем такой горечь многих отбивает конечно людей ну не больше чем у там вот чешского ли там немецкого пилс на рано где-то вот такая по ощущениям ароматика просто обалдеть такой накаток нам так окажется что ты взял фрукты все побросал все это биксером попробуй так скажешь на хмелях ну балдеть это конечно до его не то чтобы кружку садить и там с воблой нет это вот бокальчик просто покушал хорошо сказал жена с покухой я пошел да сел кресло да и вот бокальчиком чисто покайфовать на это вкусненько не торопясь поразбирать каждый лоток до сильно возвращение возвращением такое хорошее получилось удачное в конце ой как вкусно сейчас вообще сейчас я начинаю вообще разбирать нагревая раз он нагревается еще лучше становится просто бомба попросите алкоголя сколько здесь так можно здесь немного тут пять пять с половиной где-то алкоголя не катакшон можно короче да не совсем легкая да ну вполне такое можно несколько бокальчиков потянуть до вернулись мы удачно эксперимент считаю удачным можно делать единственное надо поработать с смутностью может дрожи все-таки не те может что-то с если кто-то в курсе пожалуйста делитесь в комментариях я думаю всем ребятам кто занимается пивом будет очень интересно не жадничаем общаемся делимся делимся до опытом рецептами все равно стиль модный новый поэтому но рецепт рабочий рецепт рабочий все очень да можно делать единственный минус за цвет хотя цвет красивый такой золотистый такой тяжелый золотистый очень красивый цвет ну как по стилистике мутняк 5gcp конечно сразу нас разнесут отсеешься даже даже нюхать не будут вот ну поработаем над мутностью я думаю доведем до ума рецепт ну а вообще да по засыпи по хмелям топчик топчик бимба просто бомба ракета пушка нет честно классно классно с чем можно она самодостаточного него можно самому я же тебе говорю вообще ничего не надо все вот как ты сказал уже сел спокойненько главное не торопясь сидишь себе расслабляешься пиво есть не хочет его для аутистов до которые погружаются в себя туда то есть ты пьешь и начинаешь разбирать какие фрукты здесь какой пробежал какой остановился здесь хорошо побывал так договаях можно можно помечтать помедитировать с таким пивом следующий раз надо его в кокос налить с кокосом я тоже думаю сочеталась бы да я думаю еще и как балл балл так что вкусно очень вкусно всем рекомендую особенно те кто как бы любит ипу не хочет эту горечь чтобы она выжигала ему язык да многие не понимают надо отбивать желание но многих кстати в самом начале то есть я ж когда пиво с крафтом пиво варенье да я я не предполагал просто но пиво и пиво до жигулёвской пшеничка какая-нибудь тут понюхал просто обалдел дайте дайте понюхать это я был рядом и мы пробовали вместе должно быть вкусно попробовал лицо как лимон запах просто был обалденный пацаны или 7 или 8 хмелей туда впиханули до разных это был незабываемый конечно такой эпизод у меня вот я думаю не хуже сделали повторили шикарно нагревается еще лучше становится раскрывается вообще холодненькая но сдержанно тоже очень богато но сдержанно было сейчас нагревается и буйство просто вот как просто выпадают так что всем какой-то и напротив пора переходить на следующий level level stage крафтового пивоварения давайте пробовать данного дорого по хмелям получается хмеля дорогие но она того стоит для себя то уж можно попробовать литров 20 варить чисто для себя побалдеть да и никому не давать так что друзья мои я рад что все получилось мы рады что вернулись на думаю потихонечку начнем варить так как антировать и войдем режим до войдем в режим будем радовать себя и вас и нибудь новыми интересными рецептами так что мы продолжаем вам всего хорошего до следующих встреч ну и по старой нашей традиции все наши эксперименты вот 20 40 40 бутылочек неипы идет в магазин для пробы все кто заказывает от 3 литров хорошего отличного пива получать подарок бутылочку экспериментальной неипы так что приходим покупаем хорошее пиво можем заказывать через интернет и получаем подарок